СОБАКУ СОБАКУ Подошли к этой махине, уговорили ее какими-то волшебными словами пойти вместе с ними домой. Условно назовем нашу красотку Багира, потому что она статная такая, черненькая, лоснящаяся. Уговорили ее зайти домой. Не очень девочка хотела это делать, поэтому в подъезд ее подталкивали. И в квартире буквально 5 минут ей понадобилось на то, чтобы освоиться. Она, кстати, знает команды рядом и место. И ложилась она именно туда, куда показывали ей, ну, скажем так, как она считала, вновь обретенные хозяева. На кошек она не обращала вообще никакого внимания, хотя нужно сказать, что во дворе на кошек она реагировала. Она их гоняла. С утра до вечера она пробыла в квартире и абсолютно спокойно села в машину и уехала в приют БИН. Здесь она находится около двух недель. Мы очень надеемся, что найдутся ее хозяева, потому что собачка немолодая, ей в районе 3-4 лет. И до такого возраста все-таки где-то же она жила. Какую-то территорию она охраняла. У нее действительно великолепные охранные качества. И они включаются сразу же, как только ей обозначили территорию, которую она считает своей. Скорее всего, все-таки она жила на цепи, потому что вообще у нас она сейчас находится в закрытом пространстве. И можно подойти, ее можно погладить. Но как только на поводок и зафиксировали какое-то место определенное, она сразу начинает его охранять. Поэтому мы предположили, что все-таки она жила где-то в частном секторе и охраняла территорию. Очень хочется надеяться, что ее прежние хозяева найдутся, откликнутся и дадут о себе знать. Если нет, то, конечно, мы ищем для нее новый дом, новое имя и новую семью, потому что не может быть сочинения с таким названием, как мы видим.